У Щелковского училища Олимпийского резерва большая дата – 20 лет. Чтобы поздравить учебное заведение с днём рождения, в Щелковский районный культурный комплекс пришло немало гостей. Для меня очень волнительно и очень трепетно. И скажу почему. Потому что в 1988 году я окончил такое же училище Олимпийского резерва в Республике Беларусь, Республиканское училище по направлению лёгкая атлетика, мастера спорта тоже международного класса. И мне, конечно, это очень близко и очень понятно. Училище выпускает из своих стен не просто спортсменов, настоящих профессионалов. Ведь сюда приходят учиться люди, для которых физическая культура – не хобби или увлечение, а дело, с которым они хотят связать дальнейшую жизнь. Велоспорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, триатлон, дзюдо – вот неполный список видов спорта, в которых после обучения смогут реализовать себя нынешние студенты. Это уже, так сказать, большая, огромная дата. И мне очень понравился сегодняшний концерт. Почему пошла именно в этот концерт? Ну, потому что решила пойти по направлению спортивному. Я занимаюсь биатлоном и хочется как бы больше уделять времени тренировкам. А тут учителя идут на встречу и дают как бы… Ну, и расслабляться тоже в плане учёбы не дают. Ну, и не сильно придавливают, так сказать. Благополучие опять обязательно всем, всем, всем. И сотрудникам, и студентам, и администрации. Что я ещё хочу сказать. Тем студентам, которые уже являются выпускниками сейчас, я могу пожелать только одного. Чтобы они, во-первых, достойно закончили. У нас в прошлом году было 8 красных дипломов. Это был рекорд. Вот. Из 16 выпускающихся. Выпускаемых, извините. И чтобы они, все наши выпускники в этом году, ну, были востребованы в организациях образовательных или в спортивных. Ну, в общем, в принципе, на той стезе, на которую они встали. Выпускники училища Олимпийского резерва неоднократно становились призёрами и победителями международных соревнований. Юбилейную дату на сцене Щёлковского районного культурного комплекса всему педагогическому коллективу были вручены грамоты и дипломы.